Никогда так не скажет. Никогда. И зачем я только к тебе полезла? Девочки, сегодня на ужин мне бы хотелось... Луиса, что с тобой? Ничего, сеньора. Это лук. Я чищу лук, а она плачет. Вы говорили про ужин, сеньора. Я слушаю. Конечно, Марена и Тома не будет, но все-таки это особенный ужин. Родился мой внук. И все-таки Господь заставил тебя заплатить за все твои грехи. Смотри, что с тобой сталось. Ты считал себя таким всемогущим. И последний удар. Свадьба Мелины и Фабио. Эта женщина клялась тебе в любви и околдовала твоего племянника, так же, как тебя и твоего брата когда-то. Фабио совсем поглупел. Он не слушает доводов. А мне его жаль, потому что я знаю, как несчастлив он будет рядом с этой женщиной. В глубине души я считаю, что лучше оказаться на инвалидном кресле, чем жениться на Мелини. Твоя жизнь была бы гораздо хуже, чем сейчас. Бабушка, мы с доктором Вегой посмотрим склады в порту. До свидания, сеньора. Всего хорошего. Ты можешь сказать Мелини, чтобы она без меня не ужинала? Сеньор? Не беспокойся. Я позвоню ей на сотовой. Как дела, доктор? Поехали, Вега. Добрый день. Добрый день. Простите, я не помешал? Нет. А вы пришли к моему сыну, доктор? Да, сеньора. Хорошо. Вот он. Он в вашем распоряжении. Ну? Есть новости? Какие новости? Аяго. Ты всегда знаешь больше, чем я его отец. Разве не так было в последний раз? Я тут с ума сходил, а ты... Гордель. Не ревнуй. Если Яго вернется, он придет к тебе первому. Хотя я бы ему не советовал. Фрага ведет охоту. Добрый день. Легок на помине. Привет, комиссар. Как дела? А, сколько лет, сколько зим. Я вижу, вы играете в шахматы. Да, иногда. Я обожаю эту игру. Мне бы хотелось посмотреть. Вы не против? Разумеется, нет. Если вы позволите нам закончить, а потом мы могли бы сыграть с вами. Конечно. Я не буду мешать. Я знаю. Пожалуйста, садитесь. Скажите, Огонюк, мне интересно, где вы научились играть в шахматы? Человек вроде вас, вряд ли... Не знаю. Ладно, если позволите, я осмотрю дом. Пожалуйста. Ни в чем себе не отказывайте. Не стесняйтесь. Если увидите Яго, скажите, что мы очень скучаем без него. Зачем ты его впустил? Пусть смотрит. У меня нет никаких тайн. Значит, мы договорились. В среду, накануне церемонии, мы должны прийти, чтобы мы немного порепетировали. Нет проблем. Я хочу, чтобы все было безупречно. В среду, в четверг, в пятницу, в день свадьбы. Не преувеличивай, хватит одного дня. Вы меня понимаете? Конечно, понимаю. Все будет замечательно. Я надеюсь. Я тебя провожу. Хорошо. Я приеду в среду. Да. Как вы сказали. Да, я тебя провожу. Всего хорошего. Спасибо, всего хорошего. Пока. Поздравляю и привет жениху. Яго. Яго. Она ушла. Яго, ты слышишь? Куда делся этот парень? Только этого не хватало. Боже мой. Падре. Что случилось? Падре Эмилио не находит своей одежды. Теперь ищи это. Куда ехать, Падре? В роддом Флорида. Мерседес. Да, Хосефина, это я. Как Морена и малыш. Все хорошо. Они здоровы. Я так рада. Ей принесли мой букет? Конечно. Он самый красивый из всех. Спасибо, Хосефина. Но я хотела поговорить о другом. Я была у последней женщины из списка пострадавших на пожаре в компании Сиреню. Она вдова. Ты узнала что-нибудь для огонька? Не знаю, поможет это ему или нет, но кое-что меня удивило. Там была фотография Фабио. Фабио? Моего внука? Да, его. Почему в этом доме была его фотография? Я тоже удивилась и спросила у синьоры. И что она сказала? Она сказала, что ее принес Альдо, чтобы она знала, кому можно обратиться, если с ним что-нибудь случится. Зачем обратиться? За деньгами. Похоже, Альдо дает ей деньги с тех пор, как случился пожар. Альдо занимался благотворительностью? Я в это не поверю. Как ее зовут? Грисельда Чамора. Вы меня слышите? Я знаю, вы не можете двигаться, но если вы слышите, дайте мне знать. Например, закройте глаза. Вы слышите? Вы слышите, Альдо? Отлично. Значит, он слышит и все понимает? Да, вы же только что видели. Как вы меня обрадовали, доктор, как я рада. Значит, ты понимаешь все, что происходит вокруг тебя до самых мелочей. Доктор, если он стал понимать, может быть, он будет двигаться? В этом я не уверен. Вы видели? Вы видели, Елена? Он пошевелил пальцами, видели? Значит, он начинает реагировать. Хотя я не уверен. Надо провести обследование. Скажите, когда мне отвезти его в клинику? Мы могли бы провести его здесь. В доме есть компьютер? Да, кажется, в кабинете. Но зачем он вам? Чтобы помочь Альдо с нами общаться. Привет. Луисита, как дела? Луисита, ты такая добрая. Не приготовишь мне чего-нибудь на скорую руку, чтобы заморить червячка? Что случилось? Что с тобой? Ничего. Нет, что-то случилось. Ничего. Что значит ничего? Ты вся в слезах. Ты плачешь. Что значит ничего? Ну, что-то случилось. Ну, говори. Ничего. Ничего? Ну, ладно. Не хочешь говорить? Хорошо, я расскажу. Это Жасмин? Да, а что? Я знала, что она мне завидует с самого первого дня. В чем? Я знала. Она мне завидует. Она мне такого наговорила. Такого. Тише. Не надо. Не надо. Ну, что она сказала? Всякие гадости про тебя. Она мне завидует. Она мне завидует с тех пор, как ты здесь появился. Она мне завидует. Она сказала, что ты не пропустишь ни одной юбки. Ну, с пульта.